Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Под видео о 10 самых красивых местах в Ведьмак 3 в комментариях я увидел много вопросов касательно квеста Пещера Снов. Буду откровенен, я и сам при первом прохождении пропустил этот квест. И потому решил сделать небольшое видео, в котором для тех, кто сейчас играет, расскажу как и где его взять, а для тех, кто давно прошел игру, но пропустил этот квест, показать его полностью. Поехали! Для начала о том, как его взять. Вообще, данный квест берется автоматически после прохождения квеста «Чужой среди чужих», который, в свою очередь, берется автоматически после выполнения ведьмачьего контракта «Призрак с Эльдберга». При условии, что мы еще не начали проходить сайд-квест «Королевский гамбит». Это тот, где мы помогаем детям ярло выполнять их задания с ледяным великаном и безумцем удалериком. В первом прохождении я выполнил его и закрыл себе цепочку квестов «Пещера Снов». Во втором прохождении наткнулся на этот квест совершенно случайно. То есть, да, его можно активировать самостоятельно, и это альтернативный способ его выполнить. Но это в любом случае нужно сделать до окончания квеста «Королевский гамбит», иначе он просто будет недоступен. Для того, чтобы начать этот квест, достаточно приплыть или дойти по суше вот сюда. Это место находится на южном берегу Артскелек. Приблизиться к кораблю, и если началась катсцена, и Хускарла Лугаса преградили вам путь, значит квест начался. А что дальше, уже узнаете сами. Квест не очень сложный. А с остальными мы, пожалуй, пройдем его полностью. Итак, мы добрались до места встречи, видим Дракар Лугаса-младшего и его Хускарлов, преграждающих нам путь. Тебе здесь чего? Ничего. Вот думаю, чем вы тут занимаетесь? Если это, конечно, не секрет. Секрет? Этим гордиться надо. Нас привел сюда Лугас Синий, чтобы помериться с силой с чудовищами из пещеры снов. С чудовищами, говоришь? Хорошенькое дело. А я могу поговорить с Лугасом? Может, он захочет нанять профессионала? Куда? Нечего чужаку по нашей лодке шастать. Уйди с дороги. А то что? Как мне наскучили такие разговоры. А то получишь по зубам. Думал, ты меня напугаешь? Йорульфа, сына Отмара, прозванного Росомахой. Эй! Что за вопли? Чужак на Дракар хочет залезть. Говорит, дело у него. Но... Пусти его! Если он нас допечет, выбросим его за борт. Еще свидимся, Йорульф, сын Росомахи. Не шути над моим отцом! Никогда! А сынок Лугас это поразумнее своего папаши будет. В отличие от первого, решил сначала с нами поговорить, прежде чем что-то решать. Эх, красивые виды. Ладно, давайте уже квест начинать, а то чё тянуть так хата за яйца. Дюжина Грифонов и полсотни Виверн. Я с моими ребятами! Ты со своими ребятами в чудовищах не разбираетесь. Грифоны и Виверны никогда не живут рядом. Ну вот. Может и стоит потратить на тебя немного серебра. Хорошо, я беру тебя. Я уже собирался выходить. Ты готов? Что ждет нас в этой пещере снов? Это зависит только от нас, потому что... Ах, позже объясню. Можем отправляться. Это далеко? Не, на полет камня. Соберем только остальных ребят и пойдем. Посмотрим, сколько правды в легендах. Это лучшие воины моей дружины, Геральт. Они пойдут с нами. Йорлуфа, прозванного Росомахой, ты уже знаешь. Здоров. А это Уве Молчун. Почему Уве такой тихий? Потому что у него нет языка. А что случилось? Он лизнул железку на морозе? Он отрезал себе язык за то, что пьяным поносил короля Брана. Потерял голос, но сохранил честь. Интересные у вас обычаи. Прежде чем отправимся, скажите наконец что-нибудь про эту пещеру. Хоть пойму, с чем буду сражаться. Это можешь знать только ты. Старцы говорят, что в пещере снов нужно сразиться с тем, чего больше всего боишься. С тем, из-за чего ночью просыпаешься с криком. С чем-то, что уже было, будет или может случиться. Интересно, чего может бояться убийца-чудович. Ну, довольно болтовни. Мечи на голову. Вперед! И вот это самое интересное. Чего же может бояться такой сильный ведьмак? Такой знаменитый и везучий на приключения Геральт из Ривии Белый Волк. Ну, и явно не тех врагов, которых мы встретил вот прямо сейчас, спустившись в эту пещерку. Уж чего-чего, но натеров я не боюсь. Настоящий из-за того ждет в конце пункта. Знаешь, как мы называем натеров на нашем юнике? Понятен имею. Каким жертвы. Чуть не депо. Наконички черные, дружили и жертвы в крови. Тотем, все верно. Теперь нужно съесть эти травы. Это еще зачем? Чтобы идти дальше. Туда, где начинаются кошмары. Так гласит легенда. Так и сделаем. Что это за травы? Так, погоди, что там этот друид говорил? Болиголов, маг, сонная одурь и это, как ее, ну... Белина. О-хо, так нас ждет неплохой забег. Ладно, давай. Вот, увы, ерлух, лопайте. До последнего зернышка. Я вот думаю, у ведьмака же безумное сопротивление ко всякого рода веществам. Как на него травы-то эти подействовали. Я вот никакой разницы не чувствую. А ты, увы. Если ты спрашиваешь у немого, значит, все-таки чувствуешь. Ну, пойдем. Пора сразиться со страхом. Видите? Этого финвала. Наверху. Большой анкли финвала. Это синий кит. Синий кит? С такой тупой мордой? Что-то на тебя нашло после этих трав. А тот факт, что этот кит летает по воздуху, никого почему-то не волнует. Да, ребят, явно штырит не по-детски. Но, с другой стороны, Геральт чего только не видал. А вот как на него действуют травки, я до сих пор понять не могу. Ну, ладно. Смотрим дальше. Сейчас нас ждет первое испытание. А кит прям такой... У слада для глаз. Такого бы в квартире, чтобы ночью летал. И таким своим легким светом чуть-чуть освещал. Блин, очень эпично, очень красиво. Именно из-за этого это видео попало в топ-10 самых красивых видео. Телеги. Здравствуй. Продолжение следует... Ну, садитесь со мной, выпейте меду, расскажите о своих приключениях. Благодарим тебя, король. Мы... Я не буду с тобой пить, старик. И не буду называть тебя королем. Сойди с трона, пока еще можешь сделать это своими силами. Уве, ты говоришь... Я? Я... Я не... Я... Я только... Ты снова меня оскорбил, Уве, молчу. Первый раз я позволил тебе самому себя покарать и сохранить честь. А теперь... Теперь ты умрешь, как трелл. А твои останки я скормлю угрям. Сейчас мы с тобой... Блин, на сложности насмерть, без соответствующего билда, да и против призраков с помощью магии. Блин, чем я думал? Ну ничего, справимся и с этим. Опыт-то уже ого-го какой во всякого рода битвах. Плюс есть несколько нехилых помощников. Уж не знаю, сколько они им реального наносят урона. Ну, так или иначе, немного отвлекают и немного дамажат. Умри, скатина! Эй, глядите! И что же тут странного? На море то и дело таких видно. Но у этих-то и крылья есть. Они, они словно плывут в воздухе. Уж не знаю, где они там увидели крылья, а тот факт, что они просто летают по воздуху, опять никого не волнует. Типа так и должно быть. А вот те рыбки вдалеке с крылышками меня немножко волнуют. Ведь из-за них ни один моряк погиб. Я знаю этот дракат. Гребаные сирены. Гребаные сирены. Знаешь, это же лодка твоего отца. Лодка, которую ты разбила с скалы, заслушавшись нашим пением. Я перебью вас! Перебью морские шлюхи! Попытайся, а жизни ты ему все равно не вернешь. Ты сам убил его. Сын убил отца. Сейчас мы с тобой потанцуем! Попытайся! Попытайся! Йорлу! Йорлу! Это был несчастный случай. Альтинг снял с тебя обвинение. Но он не снял грузы с моей души. Пойдем отсюда! Убьешь одно чудище, и лезет следующее. Это и есть кошмар ведьмака? Нет. Это повседневность. И вот тут на самом деле возникают вопросы по поводу всей этой пещеры снов и ее комнат страха. Все понятно на самом деле с Уви Молчуном. Он боится оскорбить еще раз короля Брана. Хотя это на самом деле в уме не укладывается. Ведь во-первых, он молчун, то есть у него языка нет. Он физически не может его оскорбить. А во-вторых, Бран, он как бы мертв. Мы когда приезжаем на скеллиги, его хоронят, отправляют вдаль морскую, чтобы он там покоился с миром. То есть страх какой-то необоснованный. Который сын Росомахи тоже непонятный страх. Ну как? Этот страх, он боится потерять отца. Хотя потерял его. Это не страх, наверное, а скорее чувство вины. И непонятно к чему это может привести. И вообще как это может отразиться на его страхе. И причем тут эти сирены. Ведь сирены это по сути обычные существа. Это как винить волков, что они съели кого-нибудь. Хотя этот кто-нибудь истекал кровью и был в лесу. Да, волки его съели, но это их природный инстинкт. Тишина, покой. Подозрительно. Это должно быть мой сон. Я не боюсь ничего. Ты ничего не боишься. Ты? Ты наделал штаны, когда волни ударило в дерево около дома. Мне было три года. Я уже сто раз показал, что... Наделал штаны перед всей деревней. Такой стыд. Сын Ярко. Надо было тебя выгнать. Ты только видение. Призрак. Призрак твоего отца, которого ты боишься, потому что знаешь, что подметки ему не годишься. Что ты его разочаровал. Я лучший воин, чем он когда-либо был. Докажи это, сосранец. Ах, и гнусный же ты. Сейчас мы с тобой поданцуем. Заклятие! И кто лучший воин? Кто? Луга, составь его. Это только призрак. Ну, не годится там. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 И на этом пока, всем пока-пока